Сны. Затем предупреждаю тебя, чтобы ты не верила снам. Вот ты видела меня хорошим. Обязательно увидишь много раз в самом отвратительном виде, чтобы родилось в тебе недоверие. Ты понимаешь, откуда и для чего? Вот почему не веришь ни хорошим снам, ни дурным, если хочешь избежать многих неприятностей. Твоя бабушка Матрона о снах говорила. По снам ходить живым не быть. Очень верно сказано. Сны. 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 Если их взгляды противоречат Священному Писанию или Преданию, задавая им вопросы, и в качестве обучающегося разобрать совместно. Если упорствуют, то не настаивать. Говорите слегка то, что считаете нужным, и достаточно. Действенность слов не увеличивается от настойчивости или физической силы произношения, тем более упреки ослабляют действие слов. Предоставьте это Богу. Всякий сеятель знает, что много семян пропадает зря, но все же сеет. За легкое, чтобы не сказать легкомысленное, отношение к взятым обязанностям, монашеским обетам, не погладят по головке. Подсунуть книгу многословным посетителям – дело хорошее. Можно иногда предложить вместе прочесть канон или подобное. Прежде всего, напомню вам, что я ни от кого не требую безусловного исполнения своих советов. Совет есть совет, а решение окончательное принадлежит спрашивающему. Покаянием очищается душа, а исполнением заповедей привлекается в нее благодать Божия. Вы спрашиваете, что вам делать в данных обстоятельствах. Если желаете, то попробуйте исполнять следующий совет. Первое. Живите, пока там, исполняя свои обязанности по службе наилучшим образом. Второе. Считайте себя ниже всех и старайтесь всем услужить, насколько это доступно для вас. По крайней мере, никого не оскорбляйте ни словом, ни мыслью, ни внешним видом. Не осуждайте никого ни одна, ни тем более с кем-либо. А когда представится случай и возможность, делайте человеку добро. Третье. Старайтесь внимать себе и ежеминутно, и делом, и словом, и помышлением исполнять заповеди евангельские, отгоняя всякий помысл греховный и всякие мечтания призыванием имени Господа Иисуса Христа. Четвертое. Ежедневно восставший от сна, исполняйте следующее правило, данное епископом Игнатием Бринчаниновым, некой девице, желавшей изучить христианство опытно. Дальше Игнатий Бринчанинов. Двадцать земных поклонов. При каждом поклоне молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Двадцать поясных поклонов с той уже молитвою. Десять земных поклонов. При каждом поклоне молитва Пресвятая Владычица Моя Богородица, спаси меня грешную. Десять поясных поклонов с той же молитвою. Пять поясных поклонов с молитвою «Ангеле Божий, Хранителю Мой Святый, моли Бога о Мне грешной». Пять поясных поклонов с молитвой «Все святии, молите Бога о Мне грешной». Итого семьдесят поклонов, из которых тридцать земных и сорок поясных. Если найдете, что этих поклонов для вас мало, то можно прибавить, соответственно, силам вашим несколько поклонов с молитвой Иисусовой. Но должно правило соизмерять так, чтобы оно ежедневно было одинаково. Святые сказали «Лучше небольшое делание, но постоянное, нежели большое, но в скором времени прекращающееся». После этого читайте утренние молитвы, апостол и Евангелие. Если в продолжении дня выпадает свободный часок, то можно повторить правило с поклонами или только положить двадцать поклонов земных и двадцать поясных с молитвой Иисусовой. Вечерами должны начинать опять с поклонов в вышеуказанном порядке и числе. После них читать вечерние молитвы и Евангелие. Легшие в постель должны вспоминать о смерти, который образ временный сон. И, отрешившись всех помыслов и мечтаний, засыпать с молитвой Иисусовой, да сде Игнатий Бринчанинов. Помните слова Спасителя. «Научитесь от меня, я как роток есим измирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Матфея 11, 29 стих. «Прости, что я все даю тебе советы. Я отлично помню слова преподобного Серафима о камешках, носимых на колокольню, и о бросании их оттуда. Но хочется тебе добра. Хоть что-нибудь, может быть, и пригодится тебе». «Мой совет есть только совет». «Еще советую тебе. Не доверяйся людям. Не говори о своей вере и внутренней жизни». Матфея 13,. Матфея 13,. Продолжение следует...